Вот так выглядит бомбардировка, Су-95, да, смотри, ну а самолет, давайте снимем, давайте снимем, правительство, правительство. Здравствуйте, в прошлом видео представлены фотографии экспонатов музея гражданской авиации в городе Ульяновске. В этом видео я подробнее расскажу о некоторых из них. Обратимся к схеме размещения самолетов. Ту-104, первый советский реактивный пассажирский самолет. В период с 1956 по 1958 годы был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире. Ту-114, советский трубовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолет, спроектирован на основе бомбардировщика Ту-95. Всего с 1961 по 1965 годы был построен 31 самолет. Будущее было за реактивной авиацией, но по ряду причин в СССР было принято решение использовать для Ту-114 турбовинтовой двигатель. Особое внимание на себя обращает объем выпуска самолетов. Это единичная техника и в редких случаях она достигает значений сотен и тысяч. Яркий пример тому Ту-144. Ту-144, советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Произведено 16 самолетов. Является первым полетевшим и одним из двух в мире типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались для коммерческих перевозок. Ведущим конструктором по самолету был назначен сын Андрея Николаевича Алексей Андреевич Туполев. Первый полет опытного Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше Конкорда. С целью повышения надежности на самолете применялось четырехкратное резервирование всех основных систем самолета – электрической и гидравлической системы управления полетом. Билет на рейс стоил 80 рублей, тогда как на обычный дозвуковой самолет билет в Алмату стоил 62 рубля. 1 июня 1978 года, всего через 7 месяцев после начала коммерческой эксплуатации, аэрофлот прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. Ан-14 «Пчелка» – советский легкий транспортный самолет, предназначавшийся для замены Ан-2, совершил первый полет 14 марта 1958 года. Самолет имел возможность короткого взлета и посадки, и был рассчитан на эксплуатацию с неподготовленных грунтовых площадок. Серийное производство началось в 1965 году, закончилось в 1972 году. Ан-14 не смог заменить Ан-2, было построено всего 340 самолетов плюс 3 опытных образца. Конец эксплуатации – 2002 год. На площадке выставлено два Яка-18Т – советский, российский легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет с багажником. С 1973 по 1983 год произведено 536 экземпляров этой модификации. В 1988 году Як-18Т был снят с эксплуатации. Около 200 самолетов были выкуплены частными лицами, остальные были утилизированы. Его можно встретить в Австралии, США, Бразилии, Новой Зеландии. В 1993 году серийное производство возобновилось. Выпущено 15 штук. Затем выпускались единичные экземпляры. В 2007 году началось производство запланированных 60 экземпляров государственного заказа. Первый регулярный рейс Ту-124 осуществил 2 октября 1962 года по маршруту Москва-Таллин. Советский пассажирский самолет для авиалиний малой протяженности. Вместимость 56 пассажиров. Для взлета требовалась полоса длиной всего 2000 метров. Первый советский пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Всего с 1960 по 1968 годы произведено 165 самолетов. Летающих экземпляров не сохранилось. Сохранившиеся экземпляры находятся в различных музеях и на аэродромах. В городе Кимры на родине Туполева. В 1984 году Ту-124 был установлен на постамент на набережной Волги. Со временем местные жители растащили внутренности самолета. В 2018 году самолет капитально отремонтирован работниками Рязанского авиаремонтного завода. Ант-4 советский бомбардировщик. Первый в мире серийный цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик. Самолет разработан за 9 месяцев и построен из кольчуг алюминия в 1925 году. На вооружении ВВС Красной Армии состоял до 1936 года. После снятия с вооружения переданы в аэрофлот, где использовались по меньшей мере до 1945 года. Ту-116 представляет собой переоборудованный бомбардировщик Ту-95 для межконтинентальных полетов, представителей высшего руководства Советского Союза. Было переоборудовано два самолета на случай возможной задержки в сроках доводки лайнера Ту-114. Самолеты предназначались для Хрущева и Бауганина. Существует легенда, что Никита Сергеевич отказался от идеи лететь в США на Ту-116, узнав, что выход расположен в задней нижней части фюзеляжа, под хвостом. Ему приписывают следующую фразу «Меня будут встречать американские президенты и представители американских СМИ. Я должен приветствовать их, стоя во весь рост, от двери, а не вылезать из задницы самолета». Самолеты списали в 1996 году. Один частично утилизированный, второй находится в музее в городе Ульяновске. У-2. Советский многоцелевой биплан. Самолет имел разговорное название «Кукурузник», так как еще до войны активно использовался в сельском хозяйстве для обработки посевов удобрениями и пестицидами. У-2 строился серийно до 1953 года. Было построено 33 тысячи машин. Як-40. Первый в мире турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний. Он стал вторым в истории реактивным самолетом для местных авиалиний. Серийное производство самолета было прекращено в 1981 году из-за перехода завода-изготовителя на производство нового самолета Як-42. Памятник Як-40 установлен возле национального аэропорта Минск. Ан-26. Советский военно-транспортный самолет. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и с кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочные-разгрузочные работы. Всего произведено 1403 самолета этого типа. Ил-86. Четырехдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности. Первый и самый массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Всего было выпущено 106 самолетов. Ил-62. Первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолет межконтинентальной дальности. Разработан с учетом мировых требований к воздушным судам такого класса для замены самолетов Ту-114. Производился с 1966 по 1995 год. Всего было выпущено 289 самолетов. На протяжении нескольких десятилетий Ил-62 выполнял функцию самолета номер один, перевозившего первых лиц государства от Брежнева до Ельцина. Самолетом президента он перестал быть в 1995 году, когда ему на смену пришел Ил-96. Як-42. Ближнемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет, разработанный для замены технически устаревшего Ту-134. Первый советский пассажирский самолет, оснащенный турбовентиляторными двигателями с высокой 5,4 степенью двухконтурности. Всего было выпущено 183 самолета. МиГ-25. Советский сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик третьего поколения. В Беларуси в качестве экспоната музея и памятника его можно встретить в Минском музее авиационной техники Центрального аэроклуба ДСААВ, историко-культурном комплексе «Линия Сталина» и в городе Щучин. Ил-28. Первый советский реактивный фронтовой бомбардировщик, носитель тактического ядерного оружия. Всего произведено 6 316 экземпляров. 9 марта 1953 года он оказался единственным самолетом военно-воздушных сил Советского Союза, который в условиях облачности со снегом и дождем смог пролететь на малой высоте над Красной площадью, отдавая последние воинские почести Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ту-154. Советский трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер для авиалинии средней протяженности. Всего произведено 1026 самолетов. Именно на Ту-154 совершали свои подвиги герои фильма «Экипаж» 1979 года. Ту-134. Советский пассажирский самолет. Было произведено 854 самолета. Ту-134 был сертифицирован по международным нормам. На этом все. Не забывайте подписываться на канал и не пропускайте полезных видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...